Всем привет! Итак, продолжаем смотреть, что можно сделать с помощью ffmpeg. С помощью ffmpeg можно сделать очень много, не используя, конечно же, видеоредактор. Так вот, сегодня попробуем объединить все эти видео в один. Я думаю, уже кто-то с этим сталкивался и, конечно же, решал этот вопрос. Но кто еще не сталкивался, тот может столкнуться и, возможно, мое видео поможет. А как оно может помочь? Просто вы можете сохранить это все в качестве заметок или шаблонов. Либо подписаться, у меня есть платная подписка на патреоне, стоит 1 доллар, да, и там доступ к текстовым заметкам. И вот в текстовых заметках это все есть. Ну, а проще всего, наверное, сохранить это все к себе в файлики. Так вот, что нам нужно? У нас есть разные видео. И нужно их объединить. То есть, не имеется в виду, потому что можно с помощью ffmpeg объединить так два видео, что одно видео будет, к примеру, слева, второе справа. Оно будет растянуто. Потом объединить третье видео, оно будет еще растянуто. Ну, то есть, ширина, да, будет умножена, грубо говоря, на два. Короче. Нам нужно просто к одному видео добавить второе, ко второму третье, к третьему четвертое и так далее. То есть, сделать из нескольких частей полностью, из нескольких кусочков одно видео, которое идет подряд. Вот. Самый простой способ это вот такой. Создать файлик какой-то и, к примеру, и, к примеру, вот так вот. Пишем файл. Во-во-во, вот так вот. Ну, здесь я сейчас напишу и продолжим. Короче, пишем файл, создаем файлик текстовый какой-нибудь, пишем в нем файл и полный путь к вашему видео. То есть, они могут лежать по разным путям. Вот. А, ну да, кстати, еще кто-то мог бы спросить, а зачем нам этот ffmpeg, если у нас есть всякие видеоредакторы? Ну, дело в том, что не у всех они есть. Это раз. Во-вторых, это очень хорошо, когда вы знаете, что ffmpeg умеет, что с ним можно работать с консоли, да, с терминала. И, если вы еще пишете всякие скрипты, то очень много можно всего интересного сделать, да, с помощью скриптов и работой с терминалом. Так вот, что нам надо сделать? Нам надо, так, давайте я тут нахожусь, вызвать ffmpeg. Дальше нам нужно вот такой параметр, f, дальше, concat, дальше источник i, и передаем ему вот это файл с txt. Файл с txt. Дальше, дальше говорим, что нужно скопировать это все. И говорим о output all, и давайте mkv, и нажимаем enter. И что, вот и все. Подозрительно быстро. Ну да ладно, давайте посмотрим. Output all занимает 12 мегабайт. А ну-ка, давайте-ка я сейчас выделю все остальные. Все остальные 12,9 занимают, а здесь тоже 12,9. Ну, давайте нажмем. Так, у нас 2 минуты 40, 40 с чем-то. Хорошо, это у нас пример с картиночкой. Дальше все то же самое, но походу замедленно, да, замедленно. Давайте посмотрим. Так, сейчас где-то замедленная съемка, 0,1, 2. Да, это в два раза замедленное видео. Оно будет долго идти дальше. По идее у нас будет видео ускоренное. Да, вот оно, ускоренное в два раза. Так. И дальше, наверное, в 4 раза. Короче, короче, сейчас посмотрим, в таком ли порядке было. Было обычное, потом замедленное, потом в 2 раза, в 4 раза. И тест-видео. А тест-видео это обычно. Так, подождите, первое какое было? Аутпут. А, это с картиночкой. Все верно. Да, короче, у нас все идет в том порядке, в котором мы указали. Вот. Поэтому, если вам нужно собрать все видео в один, самый простой способ, я вам сказал. Создаете файлик. И дальше пишите. Так, давайте. Вот. Вот это. Вот. Ну, у кого есть еще какие-то интересные примеры по поводу объединения ряда видео в один, в одно видео, пишите в комментариях свои примеры. Будет полезно очень всем. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok